Есть ли кто-нибудь в Алма-Ате и в Астане? Откликнитесь, пожалуйста. Алмата есть. Алло. Да. Мы вас видим в Алма-Ате, рады вас видеть. Астана, по-моему, Меруэрт была в Астане. Астана, пожалуйста. Теперь Узбекистан, Ташкент. Есть ли кто-нибудь в Ташкенте? Добрый день, Бешкент. Добрый день, Ташкент приветствует вас. Как? Нурдин, а вы в Ташкенте сейчас? Нет, я говорю, Бешкент приветствует вас. Да, мы услышали Ташкент. Очень приятно всех видеть, да, в Бешкеке. Коллеги в Киевском офисе, есть ли кто-нибудь? Мы здесь. Очень приятно вас видеть, да. Слышно, отлично. Мы вас видим и слышим. Коллеги в Минске. Сердечно вас приветствуем. Сейчас мы пока вас не видим. Со связью в полный порядок. Да, видим и слышим, прекрасно. Рад вас видеть. Они запрашивают микрофон, то есть что мы... Молдова. Коллеги в Ташкенте. Сейчас айтичник, а пацаны, узнайте, пожалуйста. Коллеги в Таджикистане, пожалуйста, выключите свой микрофон, если можно. Молдова, пожалуйста, есть ли кто-то в Тишине? Молдова, Тишина. И в Армении мы видели Тигран. Мы вас видели. По-моему, вы подключены. Откликните, пожалуйста. Да, Степан, подключены, видим и слышим. Да, мы вас видим. Рады вас приветствовать. А теперь я вызываю наше представительство в Брюсселе. Вы нас слышите, вы нас видите, вы подключены к связи. Да. Меня слышно, спрашивает звезда. Да, мы слышим вас. Коллеги в Узбекистане. Все-таки никого нет, да? И в Узбекистане тоже никого нет. Ну, мы будем надеяться, что они подойдут. Пока что давайте начнем нашу видеоконференцию. Сегодня у нас интересный доклад из Брюсселя, звезда Ванкова, из организации Migration Policy Group Бельгия по оценке политики интеграции мигрантов в Армении. Ну, понятно, что доклад по Армении, но не только, если вы видели презентацию, которую мы всем разослали, и на английском, и на русском языке. Очень важен здесь сам подход исследовательский и та методология, которая используется. Как вы понимаете, она может применяться в любой стране, и эта исследовательская организация будет совершенствовать свои подходы, соответственно. Наверное, какие-то у вас будут рекомендации по итогам, замечания, уточнения. То есть совместно мы, я думаю, сможем еще и улучшить этот индекс и эту методологию. Ну, конечно, интересно посмотреть место Армении среди других стран, насколько продвинуты по вопросам интеграции и адаптации мигрантов, наши коллеги в Армении. Итак, начнем с презентации докладов, потом будем переходить по вопросам и комментариям. Со-звезда Ванкова in Brussels. Итак, звезда Ванкова, Брюссель, прошу вас, начинайте. Да, у нас слайды будут на английском, пожалуйста, пользуйтесь русской презентацией для перевода в английском. А, звезда, do you hear us? Кто-то отработает. Молтужен? Да. Коллеги, пожалуйста, микрофоны выключайте, иначе мы не сможем переводить нормально. Звезда, do you hear us? Звезда, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Пожалуйста, давайте начинать. Итак, мы попытались вывести нашу презентацию на экран, надеюсь, ее сейчас видно. Ну, что ж, итак... Я постараюсь говорить помедленнее, не слишком ускоряться. Итак, давайте начинать. Итак, еще раз представлюсь. Я Звезда Ванкова. Я работаю в Migration Policy Group. Мы готовим индекс интеграции иммигрантов. Мне очень приятно выступать перед вами и представлять результаты, полученные для Армении. Мы провели работу в 2013 году, в октябре прошлого года. Поддерживалась эта работа Европейской комиссии. Достаточно интересное исследование прошло, о чем уже Степан сказал в своем вступительном слове. Я надеюсь, что мы сможем охватить таким исследованием и другие страны региона, и получить более четкое представление о политике интеграции иммигрантов в них. Прежде чем я начну представлять результаты нашего анализа по Армении, я хочу чуть подробнее остановиться на нашей структуре Migration Policy Group. Это независимый аналитический центр. Он существует уже почти 20 лет. Задача его состоит в том, чтобы осуществлять устойчивое и позитивное преобразование формирования открытых и инклюзивных обществ. Мы предоставляем информацию для принятия решений, для обсуждения достаточно актуальных тем. Стараемся способствовать международной кооперацией и внутринародной кооперации в европейских странах. Мы осуществляем четыре вида деятельности, формируем экспертности в их сообществе, сравниваем и анализируем стратегии, вовлекаем участников на уровне ЕС. И, наконец, мы стараемся создавать новые возможности для диалога и взаимного обучения и передачи опыта в рамках всех проектов, которые мы осуществляем. Итак, что такое индекс МАИПЕКС? МАИПЕКС фактически это исследовательский инструмент. Он призван анализировать, оценивать и в итоге совершенствовать политику интеграции иммигрантов. Восстанавливается сравнение миграционной политики на предмет соответствия минимальным международным стандартам с тем, чтобы выявить преимущества и недостатки в отдельных странах. Понятно, что есть масса международных конвенций, которые посвящены иммигрантам, но есть и документы уровня Европейского Союза и отдельных стран. Мы готовим стратегические рекомендации, которые потом могут использоваться странами и правительствами, но также и другими заинтересованными странами, такими как НПО. Мы стараемся оценить, имеют ли все жители, граждане отдельных стран, граждане стран ЕС и граждане стран, не входящих в ЕС, имеют ли они равные права и возможности для того, чтобы стать полноправными членами общества. Понятно, что сначала мы анализируем ситуацию с легальной миграцией, но это, понятно, первый, но не всегда достаточный шаг для интеграции в обществе. Наконец, наша методика и ее результаты служат своего рода справочным руководством, к которому могут обращаться как эксперты, так и представители государственных структур и общественности. С помощью этого инструмента можно сопоставлять ситуацию в разных странах на базе используемых нами индикаторов. Кроме того, благодаря этому инструменту можно получить достаточно оперативный доступ к передовой практике, к передовому опыту. Мы считаем, что такой справочник может быть весьма ценным при попытке адаптации тех или иных подходов с учетом конкретной ситуации, конкретного контекста в той или иной стране. Итак, мы стараемся рассмотреть те пути, посредством которого иммигранты становятся гражданами. Речь идет о путях, касающихся приема, проживания и получения гражданства. Мы стараемся выяснить, создает ли страна благоприятные условия для интеграции иммигрантов, присутствуют ли равные отношения к иммигрантам, располагают ли они теми же гражданскими правами, что и граждане стран, несут ли они те же обязанности, имеют ли они те же возможности. И, наконец, мы пытаемся понять, насколько граждане и лица, проживающие в стране, способны вносить вклад в общее благополучие общества и его социально-экономическое развитие, независимо от своего миграционного статуса. Итак, мы рассматриваем семь направлений политики, обеспечивающих участие иммигрантов в жизни общества. Они представлены на этом слайде. Это мобильность рабочей силы, это воссоединение семьи, образование, участие в политической жизни, длительное проживание или постоянное проживание, доступ к получению гражданства и недопущение дискриминации. Мы собираемся добавить сюда еще одно направление, а именно направление, связанное с состоянием здоровья иммигрантов. Мы полагаем, что это позволит получать более объективную и полную картину. Уже почти 30 стран прошли так вот роду оценку. Они представлены здесь на слайде. Это все страны-члены ЕС, плюс те, что перечислены на слайде. Уважаемые коллеги, на площадках отключите ваши микрофоны. Пожалуйста, продолжайте. Также мы сейчас ведем переговоры с одной из организаций в Украине и надеемся, что в будущем мы сможем провести наш анализ и по Украине. Ну и еще несколько слов о том, как строится наш индекс. Я уже сказала, что сейчас охвачено 7 направлений. Мы планируем, что вскоре их будет 8. И всего имеется 148 индикаторов. Мы в каждом направлении выявляем те меры, те подходы, которые обеспечивают общую поддержку и целевую поддержку иммигрантам, способствуя их интеграции в общество. Например, если взять такое направление, как воссоединение семьи и длительное проживание, то здесь мы анализируем наличие прав на приобретение гражданства, условия приобретения гражданства, крепления статуса и так далее. То есть мы стараемся посмотреть, имеет ли иммигрант в стране сопоставимые права в части трудоустройства, в части получения работы с гражданами этой страны. Есть ли у иммигранта право воссоединиться со своей семьей? Способен ли иммигрант достичь тех целей, которые он поставил перед собой, скажем, части получения образования для своих детей? Есть ли у него доступ к получению разрешения на долгосрочное проживание в стране? Далее, в случае, если у детей иммигранты рождаются в стране, имеют ли они право на получение гражданства этой страны? Распространяется ли на иммигранта и членов его семьи эффективная правовая защита от таких явлений, как дискриминация и так далее? Итак, как я уже сказал, имеется почти 150 индикаторов, а точнее 148 индикаторов, с помощью которых мы анализируем существующие законы, стратегии, сопоставляя их с нашими эталонными стратегиями. По каждому направлению политики рассматриваются три альтернативных варианта, которым присваивается определенное количество баллов. Эти индикаторы представлены в опросниках, каждый опросник содержит порядка 200 вопросов, и по каждому направлению политики, как я уже сказал, имеется три альтернативных варианта, присваивается определенный балл тому или иному варианту от одного до трех. Коллеги, немедленно отключите микрофоны. Коллеги, там, где очень громко смеются, пожалуйста, выключите микрофон. Коллеги на удаленных площадках, немедленно отключите ваши микрофоны и больше их пока не включайте. Это очень мешает презентации и переводу. Коллеги, будьте любезны, отключите все ваши микрофоны на удаленных площадках и не включайте их пока. Коллеги, в каком-то из офисов, закройте двери и отключите микрофон, пожалуйста. Мы не знаем, в каком из офисов. Таджикистан слышно? Таджикистан слышно? Таджикистан слышно? Да, сейчас слышно, к сожалению. Хорошо, но пока что дверь там закройте, чтобы никого не было слышно. Спасибо. Итак, мы продолжаем рассмотрение методологии. Максимальный балл 3, минимальный 1. Начание балла показывает, насколько тот или иной подход, та или иная стратегия близка или далека от эталонной стратегии, предусматривающей режим равноправного отношения. Соответственно, единица присваивается анализируемой стратегии или политике в том случае, если она максимально далеко отстоит от эталонной стратегии, соответственно, 3, если она максимально близка к ней. Затем мы преобразуем эти показатели и получаем 100-бальную шкалу, где 100 является максимальным баллом. Мы привлекаем независимых экспертов, которые осуществляют эту работу. Эксперты работают из разных стран, они анализируют ответы, полученные на все эти 200 вопросов, включенных в анкету. В частности, по Армении мы анализировали информацию, полученную по состоянию на 1 июня 2013 года. Кстати говоря, многие спрашивают, а что именно мы оцениваем? Так вот, мы, повторюсь еще раз, мы оцениваем существующие подходы, существующие нормативы, положения, законы, ходзаконные акты. Мы не проводим опрос, мы не пытаемся вывести экспертное мнение. Отправная точка для нас – это имеющаяся нормативная база, которая регламентирует действия в отношении эмигрантов. И, соответственно, независимые эксперты проверяют существующую нормативную базу по состоянию на дату проведения нашего анализа. После того, как мы получили ответы на вопросы нашего опросника, проводится рецензирование результатов, опять-таки, силами независимых экспертов. Существует специальная позиция координатора, который курирует эту работу, а, как правило, этим занимаюсь я. И, наконец, результаты оформляются в виде кратких, задательных резюме по отдельным странам. Информацию эту можно увидеть на нашем веб-сайте. Как я же сказал, мы готовим довольно краткие резюме. И сразу можно видеть, в чем состоят какие-то недостатки или проблемы в той или иной стране, в чем состоят преимущества и плюсы того или иного подхода. Прежде чем я начну представлять непосредственно результаты оценки Армении, я хочу представить вашему вниманию вот такой общий обзор тенденций, которые наблюдались в Европе при выведении третьего индекса МАИПЕКС. Но, как правило, страны демонстрируют средние покаратели, где-то порядка 50% всех стран демонстрируют такие результаты. Мы видим, что на данной карте представлен целый ряд стран, которые относительно недавно начали реализовывать у себя тельные стратегии или политику в сфере иммиграции. Причем кто-то из этих стран двигается быстрее, кто-то медленнее, в зависимости от политической воли. Мы видим, что те страны, которые реализуют у себя стандарты, принятые в Евросоюзе, демонстрируют более высокие результаты. Те страны, которые смогли унифицировать свою нормативную базу с европейской, демонстрируют, повторяю, очень высокие результаты в части интеграции иммигрантов. Есть целый ряд стран, которым еще предстоит унифицировать свою нормативную базу. Это страны на Балканском полуострове, которые сейчас подали заявку на вступление в ЕС и находятся где-то посредине этого процесса. И еще раз повторюсь, положение законов, принятых в ЕС, очень положительно сказываются на ситуации с интеграцией иммигрантов. В других странах изменения идут медленнее, идут постепенно. И мы видим, что во многом отношения к иммигрантам диктуются теми представлениями, которые имеются у населения, а отнюдь не эффективные нормативные базы. Итак, перейдем к примеру Армении. Мы видим, что здесь случай с Арменией, что, скорее всего, Армения лучше всего показала себя именно в отношении в соединении семей. У нее 44 балла из 100 здесь набрано. То есть означает, что в целом у Армении хорошая нормативная база в отношении интеграции иммигрантов. И в целом она с теми странами, которые только недавно стали иммигрантами, такие как Болгария, Греция, Румыния, Сербия. И в целом они неплохо относятся к иностранцам, присутствующим в своей стране. В целом у них есть требования в отношении инклюзивности, то есть в изменении членов семей. И они дают иммигрантам права на выборы в местные органы власти. И достаточно положительно относятся к тому, что у людей может быть двойное гражданство. Правда, есть у них и слабые стороны, которые тоже вполне такие же. И в других странах, которые стали недавно принимать иммигрантов в Европе. А именно, то есть они ниже международных и европейских стандартов правовых в отношении, скажем, постоянных прав проживания или же по семейному восстановлению. То есть там есть определенные пробелы в армянском власти пока на этот случай. Но, кроме того, есть еще и отсутствие консультативных органов для иммигрантов. То есть вполне типично для многих стран, которые только недавно стали принимать иммигрантов. И, кроме того, у них также и пока нет четко прописанных норм антидискриминации, противодискриминации иммигрантов. И поэтому недостаточно мало организаций, занимающихся тем, что предпочитают равные права всем иммигрантам. И, кроме того, что они... Мы видим, что и политические заявления нередко, так сказать, принимают большую силу из-за того, что есть определенное нарушение традиций. И, как я уже говорил, что вот... Итак, в отношении семейного объединения, там все-таки по-прежнему самые высокие баллы у Армении. Они именно по этому направлению получили. Итак, в отношении семейного объединения, конечно, могло бы улучшиться, тем не менее, если улучшить нормативную базу. И, в частности, дать лучше права и лучше на то, чтобы получить такие права на объединение семей. И, кроме того, необходимо, может быть, разрешить время пребывания для членов семей и постоянное проживание для членов семей. То есть, там есть достаточно много процедур, которые еще ожидают своего... своей доработки. Но, по крайней мере, в этом отношении есть уже работа, и это уже хорошо. Кроме того, мы видим, что... Все-таки хорошо то, что те семейные семьи, что приехали к мигрантам в Армению, они имеют равные права с теми, кого уже, так сказать, спонсировали работодатели. И, ну, в то же время мы видим, что не все хорошо прописано, то есть, скажем, по ограничению домашнего насилия в членах... в членах... в членах... в членах американских семей. Но здесь есть и определенные недоработки. То есть, мы видим, что... что нет совершенно четко прописанной нормы о том, что есть право на воссоединение семьи. И хотя на самом деле процедуры, инструкции позволяют такому воссоединению, но в то же время мы понимаем, что это может быть оставлено на усмотрение того человека, который дает разрешение на пребывание членов семьи в стране. Нет четко прописанной такой нормы в законе. И вполне возможно, что именно чиновник будет решать на основании каких-то представленных фактов дать или не дать такое право на пребывание в семье для членов семьи. Теперь, что касается права на проживание по месту жительства. То есть, ну, в общем, неплохие права, но, к сожалению, опять же, эти права открыты только лишь для некоторых категорий иностранцев. И мы считаем это крупнейшей недоработкой в правовых нормах. Там требуется пребывание там в течение трех лет. Вот там, и опять же, там есть некоторые процедуры или инструкции, которые позволяют чиновнику решать, разрешать или не разрешать пребывание этих или иных людей, регистрируйте их или нет по месту жительства. То есть, получается, что нет четко прописанных норм. А опять же, есть некоторое усмотрение чиновника. Мы видим, что социальные права у мигрантов те же, что и у армянских граждан. Но что касается некоторых пособий социальных, то здесь права хуже и хуже доступны некоторым формам образования. То есть, кроме того, еще есть такая норма, что иностранцы, если их нет в стране в течение шести месяцев, то у них как бы ослабевает их статус. То есть, и получается, что их права хуже защищены. Что касается рынка труда, то мы здесь видим, примерно наполовину, можно сказать, выполняется тот путь Армении к тому, чтобы предоставить равные права иностранным гражданам, по соединению со своими гражданами. То есть, у мигрантов есть права ко всем сферам занятости, но те, кто находятся временно в стране, не имеют равных прав с гражданами. То есть, временно мигранты страдают от того, что у них нет таких же прав, как у тех, у кого есть разрешение на работу. И в целом мы видим, что у них нет доступа к бесплатному образованию. То есть, даже если им необходимо повышение квалификации, не могут его получить. Кроме того, мы видим, что необходимо еще получить подтверждение дипломов, сертификатов, для того, чтобы иметь право работать в той области, в которой они хотят работать. Теперь перейдем к участию в политической жизни. Мы здесь видим, что варианты участия для иностранцев, они, так сказать, опять же, только на полпути по сравнению с тем, что есть у армянских граждан и что они все имеют право участвовать в местных выборах, если они находятся в стране не менее шести месяцев и даже быть кандидатами от политических партий. То есть, у них, в принципе, есть возможность участвовать в политическом процессе, но, однако, нет никаких структур для политического участия, финансирования ассоциаций или союзов, которые могут организовать сами мигранты в стране. И нет никаких организаций, которые бы консультировали мигрантов по поводу того, как происходит национальный процесс политический в той стране, где они пребывают. Теперь доступ на получение гражданства. Но мигранты в Армении сталкиваются. Но с достаточно четко прописанными нормами получения армянского гражданства, то есть, хотя у них немножко менее обладательное условие, чем в других странах новой миграции Центральной и Южной Европы, но в то же время двойное гражданство приемлемо в стране. И, собственно, в большинстве стран, принимающих мигранты, это становится уже таким трендом, когда разрешается двойное гражданство. И первое поколение мигрантов может достаточно легко, вроде бы, получить гражданство, но это касается семьи, или когда люди пребывают в стране на длительный период, они могут, опять же, сталкиваться с тем, что нет произвол чиновников о том, как будут интерпретироваться те или иные положения этих процедур или инструкций. И мы видим, что университет слабая защита от вот этого произвола чиновников. В том случае, если они вынуждены получать гражданство из-за того, что они утратили собственные гражданства своей страны, например. Кроме того, мы знаем, что сегодня нет особого закона, который бы, или ведомство, которое бы занималось именно защитой их прав от дискриминации. И сегодня международные законы, конституционные нормы, они достаточно, ну, фрагментарно описывают вот эти возможности. И получается, что такие сложные достаточно вопросы, касающиеся дискриминации, допустим, по гражданскому или в уголовном направлении, не могут быть четко прописаны или в отношении мигрантов. И вот получается, что необходимо искать защиту, цитируя положение очень разнообразных законов, которые не прописаны в каком-то определенном месте. Но в то же время понятно, что, хотя подаются такие вот иски в суды, если люди сталкиваются с каким-то произволом или дискриминацией, но в то же время видно, что это, по-моему, хорошо, но очень мало механизмов защиты. Ну, например, неправительственные организации не участвуют в защите их прав, потому что у них, в принципе, нет таких прав, участие в таком правовом процессе по защите прав мигрантов от дискриминации. И последний момент, где мы еще оценивали этот индекс МАПЕКС, это образование. Это практически всего 5 пунктов из 110 мы дали Армении, потому что это, в общем-то, слабое место большинства стран, которые недавно стали импортировать, так сказать, мигрантов, получать мигрантов. И здесь видно, что вообще в странах Центральной и Южной Европы в целом это очень слабое место. И в целом законы Армении достаточно молчат по поводу права мигрантов на образование. И здесь нет гарантии высшего образования, нет специальной поддержки мигрантов тем, чтобы дети могли получить высшее образование. И мы знаем, что единственное, что сегодня у них есть, это то, что в целом мы видим, что в целом есть некоторое, ну, как бы достаточно неприятие языков, культур, да, мигрантов. То есть нет прав на получение дополнительного образования, для того, чтобы они могли получить лучшее знание армянского языка и получить соответствующее образование. И нет поддержки учащимся в школах, для того, чтобы они получили межкультурное образование, языковое образование. То есть мы видим, что учителя не обучают тому, как работать с детьми мигрантов. И мы знаем, что вообще во многих новых этих странах, странах Южной и Восточной Европы, в целом, центральная и Южная Европы, извините, достаточно мало уделяется внимания тому, чтобы готовить учителей в работе с детьми мигрантами. И в целом нет, как бы, уроков терпимости к национальным различиям. Ну, в общем-то, и все. Это то, что я хотела очень кратко доложить по поводу методики МАЙПЕКС. И это наши основные результаты по Армении. Сейчас, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Спасибо. Спасибо, Звезда, за это очень интересное выступление. Я бы хотела передать слово Армении для того, чтобы вы задавали вопросы. И потом ваши вопросы к Звезде. Спасибо, Степан. Ну, у меня есть несколько вопросов и комментариев. В целом, я бы хотел отметить, что у меня такое впечатление от презентации, но и не признаться, от результатов этого анализа, что оно такое довольно двоятое и однозначное. Ну, во-первых, всем известно, что Армения является как бы страной отправки мигрантов, а не принимающей страной, что может быть, что обуславливает как бы относительно несовершенства законодательства для приема мигрантов, что было представлено. Но я был довольно удивлен, что даже в относительных единицах, по сравнению с другими странами, которые в принципе тоже не являются принимающими странами, те же самые страны Балканского региона и так далее, Армения находится довольно в такой относительно негативной позиции. Это как бы общее замечание, но еще хотелось бы послушать большую интерпретацию о некоторых индикаторах. То же самое право, избирательное право. Насколько я знаю, для того, чтобы выбирать и тем более быть номинированным кандидатом на те же самых местных выборов, необходимо быть гражданином Армения, шестимесячное резидентство, оно, насколько мне известно, не дает право быть представлены в качестве кандидатов. Что очень интересно, вот на основании какого законодательного акта было проведено такое заключение. на данный момент это все мои замечания, если коллеги, у вас есть вопросы? у меня нет вопросов, но у меня на... 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 я... так как ничего не было сказано на счет того, что это исследование было проведено в сотрудничестве с ОБСЕ, с дюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, я просто хотела добавить эту информацию. Спасибо. Ну и еще, извините, такой добавочный вопрос, с точки зрения как бы МИРПАЛ, да, как организации. Так, на суде страны МИРПАЛ в России является главной принимающей страной, и с этой точки зрения, думаю, было бы очень интересно увидеть оценку иммиграционного законодательства Российской Федерации. и, ну, планируют ли АПЕКС провести такое обследование, если да, то когда? Спасибо. Спасибо, коллеги в Ереване. Звезда, please, your answers and comments to comments. Ну, во-первых, я бы хотела отреагировать вот по поводу вот того, что вот такие негативные позиции Армении в отношении того, как она сравнивается. Нет, нет, на самом деле это не так. Вот посмотрите, с самого начала Армения. На самом деле она, собственно, на том же положении находятся, что и другие страны, которые являются новыми странами, что-то, прямомигрантов, как и Южная и Центральная Европа. То есть и те, что являются агнедатами для участия в ЕС, они сейчас занимаются гармонизацией своего страны. И в этом смысле Армения очень хорошо выглядит на их фоне. Учитывая, что это новая страна миграции, как вы уже правильно сказали, она действительно была большей страной транзита мигрантов или выхода мигрантов. И в этом смысле мы считаем, что очень, пока еще и требуется только лишь заниматься разработкой таких интеграционных процессов в стране. Поэтому в этом смысле я не считаю, что вы плохо выглядите. Я считаю, что вы, наоборот, очень хорошо выглядите в этом смысле, учитывая, что вы являетесь совсем новой страной, в которой идут миграционные потоки. Поэтому это мое первое замечание. Второе, что касается политического участия и права на участие в местных выборах источником, это статья 12 кодекса о выборах, где говорится, что те, кто проживают в Републике Армении, имеют право участвовать в выборах, если они зарегистрированы в данном месте в течение не менее шести месяцев. И это, кроме того, еще право, статья 30 вашей конституции тоже дает такое же право на участие в выборах. То есть мы на этом и основывали свою оценку вашей правовой системы, и мы старались работать на этом основании. То есть мы старались работать независимо, и эти результаты будут представлены в Армении в октябре, когда будут в октябре. И, в общем-то, международные эксперты согласились с той презентацией и, в общем-то, признали те слабые места, что были указаны. Поэтому я не думаю, что это ошибка какая-то. Я думаю, что просто, может быть, это гораздо менее известный факт, что вот ваши законы такое позволяют. Да, поэтому... И там достаточно... Ну, потом не забывайте, что мы оценивали все направления политики, и мы смотрели, что происходит в самых разных направлениях. То есть как идет интеграция мигрантов в различные, так сказать, области деятельности в этой стране. Ну, я надеюсь, что это отвечает на ваш вопрос. Что касается третьего, то по поводу Российской Федерации, то мы бы хотели бы действительно, как я уже говорила, расширить нашу географию нашего исследования, и мы уже думаем о том, чтобы более широко быть представлены в вашем регионе. И мы очень надеемся, что после того, как мы представим все этот вот доклад, мы сможем говорить и о других странах, в том числе и Майпекс в России провести. В Минске, в вашу очередь, пожалуйста, ваши комментарии и вопросы в Брюсселе. Пожалуйста, Минск, ваша очередь. В первую очередь, госпожа Ванкова, позвольте выразить вам теплопризнательность за содержательное выступление. На самом деле данный индекс нам интересен, и было бы интересно, было бы важно для нас приобрести саму вот эту анкету, посмотреть, что это за вопросы, есть ли такая возможность предоставления пересылки или, может быть, информация-то есть на сайте. Вопрос, значит, следующий. Кто отвечает на анкету? Это делает эксперт-миграциолог, который анализирует и законодательство, анализирует и рынок труда и все другие вот эти индикаторы 148, которые заложены в саму анкету. Либо это формируется группой экспертов, которые потом результаты проверяют независимые эксперты, как было сказано в вашем выступлении. Вот, пожалуйста, ответьте, возможно, по ходу еще какие-то у нас возникнут дополнительные уточнения, комментарии. Спасибо за вопросы. В каждой стране, которую мы оценим с помощью Amiplex, у нас есть обязательно группа экспертов, и я вот сейчас покажу вам веб-сайт. Вы там сразу же увидите, какие именно эксперты работают на разных направлениях. Вот, скажем, в Армении, кто работал, видите вот сейчас, кто работал в Армении? Вам видно сейчас? Это на экране? Видим. Да, 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 видим сейчас. Спасибо. Окей. Вот вы видите, кто работал в Армении, кто были эксперты. Потом, видите, все остальные наши эксперты в разных странах. Это обычно команды экспертов. Большинство из них это эксперты именно по законам о миграции, а также по антидетинозным законам, по законам в сфере образования. Они должны быть экспертами. И мы добавляем сюда еще и по поводу экспертов по здоровью мигрантов, по их охране здоровья мигрантов. Мы тоже добавляем сюда этих людей сейчас, потому что я вам говорила в начале, что мы хотим собирать данные по разным направлениям. То есть мы сначала собираем эти данные, потом мы обеспечиваем проверку их другими экспертами с тем, чтобы обеспечить качество собранных данных, чтобы можно было потом сопоставлять одну страну с другой стороной. Что касается опросника, посмотрите вот на наш веб-сайт. Вот здесь вот «Даунлоуд», «Загрузка». Там вы можете найти сам опросный лист. Секундочку, извините. Вот это все индикаторы, показатели «Майпекс». Вот они, сырые данные, исходные данные по разным странам, а также комментарии, которые дали национальные эксперты, когда они отвечали на вопросы этого опросного листа. Мы сейчас, или анкеты, мы сейчас еще добавляем еще в 2015 году добавим еще одну папочку. Мы обновляем показатели, которые мы получили в 2015 году, и мы хотим улучшить сам этот веб-сайт с тем, чтобы эти показатели… Мы же еще добавляем новые, чтобы их опояснить, и вы сможете скоро их увидеть, когда появятся новые веб-сайты с новыми данными и с новыми анкетами. Сам опросник, однако, не сильно поменялся. Вы все равно можете понять, каким образом оценилась Армения. вы увидите, какие здесь были ответы, какие получены были показатели, и как мы в итоге оценили место страны. Да, все сейчас понятно и ясно, откуда загружается анкета, и мы обязательно это сделаем в ближайшее время. Хотим вас заверить, что с компаративной точки зрения данный индекс нам понравился. Хотим узнать, что касается нашей страны, Беларуси. Проводилось ли исследование с использованием индекса МАЙПЕКС? Нет, мы ничего не делали в Беларуси, но мы будем очень рады оценить эту политику и эти направления. Мы обычно работаем либо за счет европейских средств, или за счет средств ОБСЕ, или другие международные организации нам могут дать нам средства для того, чтобы мы провели такую оценку МАЙПЕКС в разных странах, чтобы оценить их политику интеграции, потому что на это требуется все-таки достаточно большая работа, и нам необходимо принять на работу экспертов, оплачивать их работу, чтобы они выполняли все эти виды деятельности. Это, конечно, сложная работа, и очень интересно, и когда мы получаем действительно очень интересные данные с помощью этого инструмента, поэтому мы, конечно, были более чем рады провести такое обследование в вашем регионе в ближайшее время. – Спасибо. – Теперь коллеги в Алма-Ате, в Казахстане, пожалуйста, ваши вопросы соображениями. – Пожалуйста, Алма-Ата. – Здравствуйте. – Добрый день всем. Большое спасибо за такую интересную презентацию. Спасибо эксперту. Вы слышите нас? – Да, мы слышим, пожалуйста. – В принципе, на данный момент информация, которую вы предоставили, она довольно-таки четко рассказывает о том, как была проведена оценка в Армении. и хотелось бы уточнить, вот насчет… Вы говорили о том, что такая оценка проводилась в странах, включая Казахстан. Правильно ли мы поняли или нет? – Получается, оценка политики более чем… – Да, 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 это было. Уже такая оценка есть по Казахстану. Она проводилась на сайте, да? – Да, 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 она есть на веб-сайте. – Да, 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 она есть на веб-сайте. – На вашем сайте. – Да, да, есть, есть. Я вот сейчас не могу пока открыть почему-то, но она точно есть, оценка проведена, и она есть на веб-сайте. – Ага, замечательно. Еще вот такой небольшой вопрос. Примерное количество опрашиваемых людей, вот, для этой оценки? – По Армению, да? – Нет, в общем, сколько вы, ну, может быть, на примере Армении, сколько человек вы опрашивали для проведения этой оценки? – Как я же делала в самом начале, обычно количество экспертов, работающих на разных направлениях, вот, ну, оно может быть разным, от странных стран. И, как правило, мы видим разные эксперты, скажем, по серии там ООО, допустим, сколько работают. Но мы не опрашиваем население, мы оцениваем существующую политику, существующие документы на такую-то дату. мы, мы затем проведем она, мы именно полагаемся на оценку экспертов. И затем мы оцениваем ту политику, те законы, которые есть в открытом доступе. и узнаем, какие есть права, какие есть доступ у мигрантов к различным вопросам политики и их интеграции в жизни общества. То есть это обычно это группа экспертов от четырех до пяти человек с разной квалификацией, с разным, вернее, компетенцией в разных областях. И они, собственно, это фактически научные инструменты. И работают здесь эксперты в определенных областях, используя открытые документы. Мы еще хотели задать еще один вопрос. Что касается иммигрантов в Армении, скажите, пожалуйста, из каких стран в основном иммигранты представлены в Армении? Как вы видите на нашем сайте, я сейчас постараюсь это вывести на экран. Надеюсь, он сработает. Итак, главная страна в правой части экранчика содержится сводная информация по миграционной статистике. Вот в правой части слайда мы видим, что самая крупная страна, из которой прибывают иммигранты в Армению, это Азербайджан, дальше идет Грузия и потом Россия. Это данные, полученные нашими национальными экспертами. И далее представлена информация о численности рожденных в семьях иностранцев. Доля лиц, рожденных за рубежом, почти 11%. И свыше половины из тех, кто рожден за рубежом, проживает в Армении, составляют женщины. Довольно интересный результат. И вот тут также есть информация о количестве беженцев. Повторяю, вся эта информация размещена на нашем веб-сайте по всем странам. Спасибо огромное. Тогда у нас вторая площадка в Казахстане. В Астане есть ли кто-нибудь ваши вопросы или соображения? Здравствуйте. Сначала я представлюсь, чтобы было понятно, что я не представляю Казахстан, а немножко стороннюю организацию. Меня зовут Олег Корнеев, научный сотрудник университета Шеффилда в Великобритании. У меня вопрос вот такой. Можете ли вы уточнить, в чем принципиальное отличие и преимущество, возможно, MIPEX по сравнению с миграционными профилями, которые уже делались и IOM и ICMPD? Это один вопрос. И второй связанный с ним тоже. Вот в случае с миграционными профилями, которые IOM и ICMPD делали, там совершенно понятна была степень вовлеченности и правительства. А какова степень взаимодействия с правительственными органами, вот когда вы делаете MIPEX? Спасибо. Спасибо. Основное различие в том, что миграционные профили, которые составляются IMO, анализируют общую политику в сфере миграции в той или иной стране. Не только легальных мигрантов там рассматривают, но и нелегальных мигрантов, беженцев, лиц прочих убежищ и так далее. В нашем случае мы работаем, прежде всего, по проблематике интеграции. Соответственно, мы анализируем те стратегии, те подходы, которые имеются примитивно к решению задач интеграции легальных мигрантов в общество. Это, собственно, в общем, основное различие. Главное преимущество MIPEX в том, я об этом уже сказал в начале, что этот индекс служит справочником, таким простым для применения справочником, где можно очень быстро найти информацию по родным странам мира, провести сопоставительный анализ, сформировать рейтинг стран, и страна может достаточно быстро видеть, где она находится в сравнении с другими государствами. Какие процедуры, какие законы имеются в стране примитивных интеграций мигрантов, какая нормативная база в ней задействована в сравнении с другими государствами. Я думаю, что преимущество MIPEX в том, что это сопоставительный инструмент, инструмент сопоставительного анализа. И исследователи, если они хотят получить более подробную картину, конечно, они могут воспользоваться нашим инструментом и уже опереться на те данные сравнения, которые в нем представлены. А что касается миграционных профилей, то им нужно сначала ознакомиться с 40 такими профилями, прежде чем они смогут вывести какой-то анализ, получить какую-то общую картину. Ну и далее, в профилях нет индексов. Там задача, насколько мне известно, я ознакомился с некоторыми людьми. Задача в том, чтобы просто описать те подходы, которые имеют в стране, те проблемы, которые стараются решить правительство в этой стране. И, собственно, на этом задача исчерпывается. А третий вопрос еще у вас был, по-моему, в чем он состоял? Вопрос связан с тем, насколько происходит тесное взаимодействие с правительственными структурами, когда вы работаете над Mypex. Как вообще вы отбираете экспертов, которые у вас работают над Mypex в каждой комплектной стране? Спасибо. Ага. Ну что ж, эти эксперты являются независимыми экспертами, они не являются государственными чиновниками, они никак не связаны ни с администрацией, ни с госструктурами. MPG работает достаточно многочисленной сетью экспертов по всему миру. Мы привлекаем их к реализации наших проектов. Мы додействуем людей, которые занимаются этой проблематикой в самых разных странах. Мы привлекаем авторов публикации по этой проблематике. Как правило, набор экспертов осуществляется на основании анализа их биографических справок. Они направляют нам свои резюме, свои биографические справки, мы их анализируем, и если считаем, что они нам подходят, если не обладают необходимой квалификацией, то мы их привлекаем. Вот, собственно, как мы их отбираем и привлекаем к нашей работе. И, как я уже сказала, оценка проводится независимо, без участия представителей государства. Если есть какие-то пробелы в нормативной базе или в законодательстве, если мы хотим посмотреть на какую-то информацию, которая не находится в открытом доступе, тогда наши эксперты могут выйти на представителей государства и запросить в них, официально запросить такую информацию. Понятно, что мы описываем, для чего мы эту информацию собираемся, использовать. Но мы, повторяю, напрямую с представителями государства не работаем. Мы не доводим до них результаты нашего анализа и тот рейтинг, который мы формируем. Мы можем обсуждать с ними недостатки, пробелы, которые имеются в той или иной стране. Можем обсуждать с ними плюсы, преимущества тех или иных подходов. Можем обращать их внимание на то, что, на наш взгляд, им необходимо осуществить, скажем, какие новые законы нужно принять или какие новые стандарты внедрить. Особенно если мы говорим о странах, которые планируют вступление в ЕС. То есть, еще раз повторяюсь, это независимая оценка, которая базируется на информации и данных, находящихся в открытом доступе, и она никак не связана с государственными структурами. Светлана, Международная организация по миграции в Казахстане. У меня два вопроса. Первый вопрос. Я знакома с отчетом МАПИКС в Казахстане. Значит, поэтому у меня два таких вопроса. Первый – это практическое применение вот этого справочника. Почему? Потому что для нас достаточно как бы важно знать, насколько в дальнейшем в своей работе государственные органы будут опираться на предоставленные данные, учитывать ваши аналитические выводы. И я веду речь о странах, не входящих в европейское сообщество. Ну, в частности, вот, например, Казахстан или другие какие-то страны, не входящие в ЕС. То есть практическое применение для изменения полиси. Приведите, пожалуйста, примеры, как ваши отчеты повлияли. И второй вопрос. Каким образом вы осуществляете отбор стран для анализа? Потому что, естественно, глядя на те страны, в которых вы проводили эту аналитическую работу и составляли эти отчеты, они все разные. Есть и страны принимающие, есть отправляющие. Естественно, и индекс будет разным. Поскольку, как известно, страны, которые отправляют мигрантов, они быстрее принимают международные стандарты, они быстрее гармонизируют национальное законодательство, благоприятствующее защите прав мигрантов и так далее. В отличие от отправляющих стран, где формирование законодательства, оно идет, значит, другими путями и достаточно длительно. Да. Что касается вашего первого вопроса, я могу, собственно, выступить и от лица национальных экспертов, потому что я была сама национальным экспертом по Болгарии, когда проводилось такое родное исследование, и мы использовали его результаты в нашей работе. Когда мы проводили работу по составлению Майпекс в Болгарии, мы очень активно информировали о тех проблемах, которые присутствовали на тот момент в стране. Ну, например, мы говорили о том, что не соблюдаются положения целого ряда директив. Мы ставили этот вопрос перед госчиновниками. Мы говорили о том, что мигранты вынуждены платить очень высокие сборы для того, чтобы попасть в систему образования, воспользоваться услугами системы образования. И по итогам этого обсуждения в нормативную базу было внесено немало изменений, и немало поправок как раз благодаря информации, представленной в Майпекс. То есть можно, конечно, информировать общественность, информировать государственные структуры и нажимать на них для того, чтобы они какие-то изменения провели. Вот еще один пример недавний из опыта Мальты. Госчиновники и НПО взяли результаты Майпекс, и исходя из итогов анализа выявленных проблем и недостатков, фактически стали работать над новой стратегией интеграции для Мальты. Давайте задумаемся. Почти 150 индикаторов в самых разных областях. И они дают очень полный спектр тех норм, тех стратегий и подходов, которые могли бы способствовать получению эффективности процесса интеграции. То есть фактически это очень неплохая отправная точка для любой страны, которая является либо транзитной страной, либо принимающей, либо направляющей. Очень хорошая отправная точка для того, чтобы посмотреть, какие стратегии, какие механизмы необходимо внедрить для повышения эффективности своей работы в этой сфере. Поэтому я считаю, что можно сделать очень многое с помощью Майпекс для того, чтобы повысить качество работы в сфере интеграции иммигрантов. Вот сейчас мы в странах Балканского полуострова проводим нашу работу, проводим аналитическую работу. И мы в рамках этой работы проводим обучающие мероприятия для госчиновников, для представителей НПО, то есть для представителей всех заинтересованных сторон, которые так и иначе вовлечены в этот процесс. Есть масса вариантов. Как я уже сказала, Майпекс может служить таким справочным инструментом, в котором сведена достаточно подробная информация. Майпекс может стать катализатором для осуществления каких-то изменений, способствующих более качественной интеграции. И, наверное, многое будет зависеть от ситуации в самой стране, от вашего собственного контекста. Исходя из него, вы сможете применять Майпекс и содержащуюся в нем информацию так, чтобы это оптимальным образом отвечало вашим потребностям. Скажем, можно предусмотреть какие-то обучающие мероприятия, о чем я уже упомянула, или какие-то другие виды деятельности, которые могут оказаться вам полезными. Еще раз повторюсь, есть целый спектр вещей, которые можно делать с помощью Майпекса. Есть масса успешных примеров его применения к настоящему времени. Пожалуйста, Астана, еще. Коллеги в Астане, есть ли еще ваши вопросы, уточнения? Спасибо. Тогда мы переходим к следующей стране. Бишкек, пожалуйста. Добрый день еще раз. Выслушав вашу презентацию и ознакомившись с данными, которые отражены в вашем отчете, мы пришли к выводу, что ваши данные, заключения, они очень даже критичный характер носят, то есть показывают на некоторые недостатки со стороны государственной миграционной политики, в частности Армении, что недостаточно уделяется внимания, что права трудящихся на равный доступ к услугам рынка не всегда соблюдаются. То есть такие критические заключения. И вот я хотел бы узнать, насколько ваши отчеты, они могут быть использованы государством, и вообще использует ли государство ваши отчеты в своей работе, или они все-таки носят больше такой экспертный характер, которые могут быть использованы в определенных кругах, то есть в кругах экспертов, в кругах НПО. Я не думаю, что государство с удовольствием возьмет ваш отчет, скажет, да, вы правы, что у нас есть эти нарушения. То есть я считаю, что ваш отчет более такой, носит экспертный характер, нежели, я бы сказал, такой статистический отчет, который может быть применим в деятельности государственных структур. Вы не считаете ли, что ваш отчет несколько такой субъективный характер носит? И насколько он используется в деятельности государственных структур той страны, в которой вы провели данное исследование? Я хотел вам вот кое-что показать, но, к сожалению, сейчас связь у нас подвела. Так вот, на веб-сайте, тем не менее, посмотрите, пожалуйста, посмотрите на специальный раздел, в котором показано, кто и как использует Майпекс. Мы видим, что не только международные организации, не только экспертные сообщества, но и правительство стран отдельных использует Майпекс. Вот я только что говорила о примере использования Майпекс правительством Мальты. То есть, если коротко ответить на ваш вопрос, Майпекс используется государственными органами, используется госчиновниками. Это не обязательно экспертное мнение. Это инструмент, который формируется на базе научного подхода, на базе анализа существующих законов и нормативных актов в сравнении с эталонными законами и нормативными актами, которые действуют в сфере интеграции иммигрантов. И мы считаем, что если какая-то стратегия не срабатывает, если какой-то закон неэффективен или не нужен, то этот вывод строится на итогах анализа соответствующей нормативной базы в той или иной стране. Если у нас есть какие-то четкие индикаторы, явные индикаторы, явные варианты, которые можно было бы задействовать на уровне конкретной страны с тем, чтобы усовершенствовать нормативную базу, то тогда можно было бы сказать, что наш инструмент является экспертным мнением. Но он таковым не является. Вместе с тем я соглашусь. Да, действительно, мы достаточно критично подходим к анализу существующих нормативных баз. У нас есть немало замечаний о недостатках, о пробелах в наших отчетах. И вы знаете, государства разных стран действительно очень хотят выглядеть получше в наших отчетах. И, кстати говоря, один из плюсов МАПИК как раз в том, что страны сопоставляют свое положение с положением других стран и стараются подтягиваться к лидерам. Это как раз вот тот элемент обмена опытом и передачи знаний, о которых я говорила. Пусть сначала страна не выбьется в лидеры, но она, по крайней мере, приблизится к тем, кто входит в лидирующую группу. На мой взгляд, это очень успешный способ совершенствования тех подходов, тех мер, которые страна реализует в сфере интеграции мигрантов. И все это позволяет вложить очень надежный фундамент такой миграционной политики на уровне отдельной этой страны. Да, иногда правительство очень болезненно, нервно реагирует на какие-то критические замечания. Всегда есть исключения такого рода, всегда есть такого рода реакция. Но вместе с тем, многие вещи, которые содержатся в наших отчетах, это вещи, которые абсолютно не являются чем-то новым для правительства страны. Они и без этого все знают. Они уже знакомы с тем, что у них есть вот такие пробелы. И, возможно, еще раз напоминая им об этих проблемах, об этих пробелах, мы доставляем их задуматься о способах устранения этих проблем. Понятно, что ситуация может меняться, стратегии могут совершенствоваться. Именно на это направлена наша работа. Кроме того, я с самого начала сказала, что мы сейчас привносим еще один элемент в МАИПЕКС, а именно оценочные исследования. Мы оцениваем стратегии и политику интеграции в разных странах, исходя из того, насколько эффективно они реализуются на практике. И, надо вам сказать, что таких исследований, в принципе, не так много. И у правительств стран, в общем-то, мало данных даже по этой проблематике. И любая работа независимых экспертов в этой сфере может оказаться для правительств стран весьма полезной. Несмотря на то, что я представляю вам результаты нашей работы очень сжато, очень кратко, вспомним, что у нас всего 150 индикаторов, которые оцениваются. Поэтому понятно, что для совершенствования имеющейся стратегии подходов можно действовать огромным массивом информации. На мой взгляд, МАИПЕКС является очень важным и полезным источником такой информации, и не всегда правительства имеют доступ к таким источникам. Пожалуйста, еще Бишкек. Есть ли еще вопросы? Спасибо большое, нет вопросов. Спасибо. Тогда Молдова, Кишинев, ваши соображения, комментарии, вопросы. Кишинев, мы вас не видим и не слышим. Тогда мы переходим к следующей стране. Это у нас Узбекистан, Ташкент. Пожалуйста, ваши соображения. Мы не видим и не слышим почему-то и Узбекистан. Тогда, коллеги, в Киеве. Пожалуйста, Украина. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как часто обновляется оценка? Через сколько проходит оценивание? Какая скорость, с которой вы выполняете свои оценки? Ну, последнее обследование МАПЕКС проделалось в 2010 году. В 2015 году будем обновлять результаты нашей оценки. И, собственно, мы пока используем данные по странам Евросоюза и странам, не входящих в Евросоюз, которые представлены самими странами. И с учетом этого достаточно сложно обновлять эту информацию. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы внедрить постоянный процесс, постоянную процедуру обновления данных. И, соответственно, когда будет выявляться какое-то изменение в том или ином подходе, или законе, или стратегии, то нам об этом будут сообщать. И тогда мы будем обновлять данные по тем странам, которые включены в МАПЕКС. Это достаточно амбициозная, смелая задача, которую мы поставили перед собой. Вы видите, что мы не только увеличиваем количество стран, которые мы собираемся охватить нашими исследованиями, но и мы увеличиваем количество направлений, по которым мы будем вести свой анализ. Мы собираемся включить аспект жилья и еще ряд аспектов. И надеюсь, что наши эксперты смогут обеспечивать регулярное обновление информации, которая содержится в МАПЕКС. Еще раз повторюсь, пока у нас выходили результаты в седьмом, в десятом годах и в пятнадцатом году будет обновленный вариант. Спасибо. Еще в начале доклада вы говорили, что сейчас ведется переговор с организацией в Украине по поводу проведения оценки. А что это за организация? Можете рассказать? Это не правительственная организация, но, к сожалению, я просто забыла, как она называется, это НПО. Вы знаете, сверитесь со мной в оффлайдовом режиме, может быть, чуть позже, после нашей видеоконференции, я просто пришлю название этой НПО. Я сейчас просто на вскидку не вспомню. Еще раз повторюсь, это не правительственная организация. Не правительственная организация. Уважаемые коллеги, мы вам очень благодарны и признательны за интересный доклад. Но нас интересует, вы знаете, что Украина изменила очень резко вектор и вступает в ЕС, ну, планирует вступление. Поэтому нам интересно, насколько нам нужно сейчас эффективно эти исследования проводить, и какие требования, вот, скажем, ЕС, органов ЕС, требуют ли исполнения этих индикаторов, и насколько это важно сейчас для Украины. Если это очень важно, мы будем очень признательны, чтобы вы привлекали наших специалистов. Сегодня у нас присутствуют специалисты, эксперты в области миграции с Института демографии. Поэтому нам очень важно и интересно, чтобы этих экспертов тоже привлекали к этой работе, поскольку вся законодательная база на украинском языке. Поэтому мы думаем, что привлечение экспертов с Академии наук тоже будет очень для нас интересно, и поучаствовать в этой работе. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну что ж, будьте любезны, свяжитесь со мной, свяжитесь с нашими коллегами в представительстве Мирного банка, у них есть мой адрес, и я выйду на украинских коллег, извините, во-первых, что я забыла название этой НПО, а во-вторых, напишите мне, мы свяжемся с вами и подумаем над тем, как на двусторонней основе мы могли бы наладить нашу совместную работу. Вот, собственно, что я могу сделать. Еще раз повторюсь, пожалуйста, свяжитесь со мной, и я, может быть, свяжу вас с нашими другими партнерами. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, коллеги в Киеве. И тогда мы переходим в Таджикистан, который я не специально слегка дискриминировал, а, пожалуйста, Душанбе. Душанбе, пожалуйста. Душанбе, пожалуйста. Как-то у нас не очень удачно и с Душанбе, и с Ташкентом, и с Кишиневым. Кто-нибудь вот из этих трех стран, может быть, отзовется, мы не видим и не слышим вас. Здравствуйте, еще раз, коллеги Таджикистан на связи. Мы бы хотели бы уточнить тут один вопрос. Вы здесь пишете. Благоприятная политика в части установления всеобщих требований в отношении воссоединения семей и права на постоянное проживание, предоставление местных избирательных прав иностранцам, принятие двойного гражданства. Интересно, Армения с каким государством имеет соглашение о двойном гражданстве? Что мы, собственно, говорим и что мы обнаружили? Что она, она в принципе разрешает, то есть законы Армении разрешают двойное гражданство. Это не на основе двойных каких-то или двусторонних соглашений, а именно по законам Армении разрешено иметь двойное гражданство. Вот что мы имеем в виду, что это буквально, это прописано как одна из норм армянского права. Какие там еще были у вас вопросы? Ответ конкретно Армении имеет с каким-либо из государств соглашение о двойном гражданстве? Может быть у коллег в Ереване лучше спросить? Давайте мы спросим у Тиграна. Тигран, скажите насчет вот этих соглашений, может быть звезда просто не знает. Я бы хотел продолжить после звезды. Закон о двойном гражданстве с сторонними отношениями, а это конституционная права. Вот после изменения Конституции в 2005 году право на двойное гражданство было прописано в Конституции. До этого двойное гражданство не было разрешено, то есть граждане Армении могли одновременно являться гражданами других стран. То есть, ну чисто технически, со всеми странами, которые тоже разрешают двойное гражданство, Армения находится в этих отношениях, которых спрашивали коллеги из Таджикистана. Спасибо большое, Тигран. Звезда, May, would you like to add something? Я согласна полностью с тем, что сказано. Это не то, что я сказала, то есть, что это прописано в законах Армении, а не в двусторонних соглашениях. Еще раз запомните, что мы не говорим о том, что у армян есть право на двойное гражданство, мы говорим о том, что люди, прибывшие в Армению, могут получить гражданство Армении и сохранить собственное гражданство. Это действительно все прописано в законах Армении. Это не зависит от двусторонних договоров Армении с кем-то, это просто прописано в законах Армении, что они имеют на это право. Уважаемая Звезда Ланкова, и еще один вопрос. Хотелось бы узнать, какой период времени занимает оценка политики интеграции мигрантов по МАЙПЕКС? Благодарю. Это зависит, собственно, от экспертов. То есть, как я всегда говорю, мы стараемся всегда самых лучших привлекать к такой оценке и самых ярких в каждой стране. И, как правило, требуется 3, 4, 5 месяцев уходят на эту работу, потому что пока они собирают информацию по стране, это тоже разный процесс в разных странах. Иногда законы и нормативные нормы расписаны в разных законах, которые нужно по разным законам собирать. Иногда бывает отдельный закон, который описывает все права мигрантов, а есть это разбросаны по разным законам и положениям. Поэтому сначала они это готовят, потом уходят несколько недель на то, чтобы это проверили независимые эксперты, а потом еще несколько недель на то, чтобы подготовить доклад и разместить его на веб-сайте. В любом случае, отличается от стране и стране этот строк. Но, как правило, уходит от 3 до 4 месяцев в среднем на то, чтобы подготовить такую оценку МАЙПЕКС по одной стране. Добрый день, уважаемые коллеги! Я просмотрел результаты проведенной работы и, в частности, хотел бы спросить, прежде чем задать свой вопрос, хотел бы прокомментировать несколько моментов из проведенного исследования. Как я заметил и пришел к выводу, что во многом все эти выводы, все эти пункты, которые у нас имеются в этих исследованиях, они взяты из нормативно-правовых документов, что предусмотрено в области миграции в Армянской Республике. Я бы хотел сказать, что во многом практические действия многих государственных учреждений, в том числе и Института общества, семьи, выходят за рамки этих же законодательных актов, в том числе и не предусматриваются некоторые моменты в этих законодательных документах. Я бы хотел сказать, что в процедуре вашей работы ваши независимые эксперты ведут же наблюдения за практическими действиями. Спасибо за вами. Спасибо за вопрос. Но Майпекс занимается именно исследованием только законов, стратегических документов, политики. То есть основная задача Майпекс не в том, чтобы оценить, как эти законы реализуются на практике, а просто увидеть, что есть в законах. То есть, поэтому разные исследователи, они, конечно, могут затем посмотреть на то, что есть в этой оценке, а потом уже посмотреть, как это реализовывается в законах. Я, конечно, понимаю, что в наших странах нередко бывает огромная разница между тем, что прописано в законе и что получается на практике. И действительно, что написано не означает, что именно так это и делается. Но тем не менее, мы считаем, что это уже разные пользователи вот этого индекса могут по-разному использовать его в своей работе. То есть можно, допустим, использовать, скажем, результаты этого Майпекс и потом уже посмотреть, а что происходит на практике, оценить, вот то, что прописано в законе, так это или не так, и тем самым поднимать вопросы о том, насколько, скажем, правовые нормы соблюдаются. Или, допустим, может, какие-нибудь нормы вообще не работают, потому что есть какие-то, допустим, административные отсутствия каких-то там процедур или инструкций. Но мы, в общем-то, насколько можем, просто показываем кое-какую информацию по реализации законов, но это не наша главная задача. Главная задача этого инструмента Майпекс – это, собственно говоря, четко оценить сами правовые нормы, которые есть в стране. Как я уже вам говорила, то есть мы стараемся понять, что верховенство закона – это главный принцип наш. И мы хотим увидеть, насколько закон этот существует, насколько сам закон прописывает эти права. Окей, Душанде, any other questions, please? Спасибо за такой платформный ответ. Я также хотел дополнить свой вопрос еще следующим. В частности, хотел бы узнать из стран центральной Евразии, то есть имеется в виду постсоветского пространства, в каких из этих стран вы еще проводили такие оценки, исследования, работы, в том числе, и какие дальнейшие шаги у вас, или какие страны еще входят в ваших интересах именно из региона, которую я выше упомянул. Спасибо огромное. Как я говорила в самом начале, мы отценили только Армению и Казахстан, и это, собственно, было выполнялось, потому что ОБСЕ получило соответствующие запросы от правительства этих стран с тем, чтобы такая оценка была проведена. Мы, конечно, бы хотели провести такую оценку в других странах, но, конечно, это ведь зависит от переговоров с той или иной страной. Если, допустим, вы хотели бы, чтобы мы там провели у вас такую оценку, то мы, конечно, готовы, если вы можете мобилизовать поддержку страны Всемирного банка и представителей вашей страны. Но вы понимаете, всегда это вопрос. И финансирование, конечно, мы всегда очень будем смотреть на это положительно. То есть у нас есть эксперты, и мы бы с удовольствием такое провели оценку, но ведь для этого необходимо достичь соглашения с вами. Скажем, ну, как я уже говорил, что мы в Украине будем проводить следующую оценку. Мы сейчас ведем переговоры по этому поводу, и у нас уже есть команда с экспертов, которая будет готова начать такую работу, как только будет достигнута договоренность соответствующая. Ну, по крайней мере, мы сейчас находимся в таком положении. Но если вам интересно, то мы, конечно, можем обсудить это и с вами, и посмотреть, насколько возможно провести Майпекс в вашей стране. Поэтому обязательно со мной свяжитесь, и мы можем договориться о звонке по скайпу или о дополнительной встрече. То есть мы, конечно, бы хотели охватить большее количество стран с территории бывшего Советского Союза для того, чтобы провести такую оценку в них. Душан Бэй, еще ваши вопросы или соображения? Душан Бэй, еще какие-то вопросы или комментирующие? Похоже, больше нет вопросов, да? Тогда у нас по-прежнему нет связи с Молдовой и с Узбекистаном. Мы перейдем к российской площадке. Я немножко злоупотреблю своими должностными полномочиями и задам вопрос первым. Звездия, все-таки я экономист, немножко с таким математическим уклоном, поэтому вопрос такой, а как вы приходите в итоге к тем цифрам, индексы, к которым вы приходите? У вас примерно семь компонентов. Какие веса используются в этих семи больших компонентах? И, соответственно, в каждом из компонентов есть свои подкатегории. Наверное, тоже какие-то веса должны использоваться. Либо вы используете какие-то интервальные оценки и переходите от интервала к интервалу, и таким образом приходите к неким своим оценкам уже количественным. Вот, пожалуйста, если можете подробнее про этот алгоритм рассказать нам. Спасибо. Спасибо. Ну, на самом деле, это очень простой метод. Это, собственно говоря, Майпекс просто использует среднее значение, то есть среднее значение по различным элементам политики. Всем даются те же самые веса, и затем мы получаем некое среднее по каждому направлению, а потом все четыре направления, по ним берется некое среднее, и так получается окончательный балл по Майпекс для той страны, которая оценивается. И вы видите совершенно разные баллы по средним значениям. То есть они все есть на сайтах, как я же вам говорила. То есть там есть файл сырых данных или исходных данных. Вы можете там найти буквально все баллы, которые были присвоены. Я думаю, что все у вас подкомпоненты имеют одинаковые веса. Может быть, что-то более важное, что-то менее важное. Ну, опять же, это все зависит от национальных приоритетов, потому что некоторым странам, допустим, гораздо важнее какие-то направления, чем те-то. Но для того, чтобы провести такую оценку, а потом можно было бы сопоставить их с другими обследованиями, мы совершенно не считаем, что мы имеем право сами приоритизировать какое-то направление этой политики за национальное приоритетство. Мы считаем, что такой подход в этом смысле более правильный. То есть мы даем абсолютно одинаковые веса всем мерам политики, потому что мы считаем, что для нас они как бы все равноважные. И мы понимаем тоже, что у разных правительств, у разных стран могут быть совершенно разные мнения и разные подходы к тому, чтобы придавать те или иные веса той или иной политике. Но это уже, мне кажется, вопрос дополнительного анализа. Его можно выполнить уже на национальном уровне. А пока мы хотим просто получить некий инструмент для международной оценки и сопоставления. Спасибо. Вопросы и соображения. Вопросы и соображения. Вопросы и соображения. Мы не различаем интеграцию и адаптацию. Мы считаем, что то, что здесь представлено, это все разные стадии одного и того же процесса, процесса интеграции. То есть, когда мигранты приезжают в новую для себя страну и вот как они в ней, так сказать, приспосабливаются к жизни. Я не знаю, что вы имеете в виду под адаптацией, но вот у нас есть то, что есть. И мы оцениваем различные целевые мероприятия, которые обеспечивают различные способы для мигрантов интегрироваться в жизнь новой для себя страны. Ну, например, если мы возьмем пример того же там мобильность рынка труда, скажем, там будет такая целевая мера, как конкретные процедуры для того, чтобы признать иностранную квалификацию, то есть квалификацию одной страны, доступ, скажем, к тому, чтобы стать учеником в каком-то производстве. Или, скажем, языковые курсы непосредственно у работодателя. Или насколько мигранты могут легко приспособиться к новым условиям жизни в своей стране, в этой стране. Вот, может быть, вы это имеете в виду, когда вы говорите об адаптации? Я сейчас поясню, почему я подняла этот вопрос. У нас сейчас подготовлен законопроект, который направлен на активизацию работы по адаптации и интеграции мигрантов. И там выделяются две ступени – адаптация мигрантов и интеграция мигрантов. Поэтому я и задала вам, исходя из этого, такой вопрос. Можно я тогда, Наталья Ивановна, отвечу на ваш вопрос? Постараюсь прокомментировать. Я изучала довольно глубоко методологию составления индекса МАИПИКС и пыталась применить ее к России. Что интересного я выяснила, это как раз разница в понимании того, что такое интеграция. Вот в рамках методологии МАИПИКС интеграция мигрантов – это предоставление возможностей на законодательном уровне, с тем, чтобы уравнять их в правах как можно больше, да, с гражданами. Вот это и понимается интеграция. Основной принцип интеграции – это достижение как можно большего равноправия. В нашем случае это другое. Это совершенно другое. То, что у нас называется адаптацией. Это курсы русского языка и прочее, прочее. Если посмотреть более подробно, как Звезда упоминала, каждый раздел индекса, каждый индикатор, потому что индикатор, на самом деле, вот те 148 индикаторов – это отдельный вопрос. Например, существует ли, если, скажем, в открытом доступе руководство о том, каким образом можно сдать экзамен, тот же самый экзамен на получение гражданства, чтобы он был доступен любому человеку, чтобы человек, который хочет получить гражданство и знает, что ему нужно для этого сдать экзамен, он получил доступ к информации, как это будет. Есть конкретный вопрос. Индикатор – это конкретный вопрос. И в зависимости от того, какой на него ответ, три варианта ответа, происходит оценка. И все это прописано в законодательстве. Вот законодательство и рассматривается как интеграция. То есть интеграция именно на законодательном уровне, какие условия созданы на законодательном уровне. У нас это несколько иначе. У нас речь скорее идет об инфраструктуре какой-то созданной. Можно я тогда в продолжении своего комментария задам вопрос? Насколько я знаю, индекс создавался сначала для оценки стран Евросоюза. И логика была очень понятная. Для всех стран единые директивы, которые они должны соблюдать, и мы смотрим, как страны продвинулись. Затем начали добавляться другие страны, которые не имеют никакого отношения к ЕС, но тем не менее стандарты, которые заданы, они достаточно высокие, и почему бы им не следовать и другим странам. Но здесь получилось так, что множество стран, которые не являются действительно принимающими странами, вошли в индекс. И говоря об Армении, вы упомянули, что Армения относится к категории новых стран иммиграции. Могли бы вы объяснить, что это за категория такая? По какому принципу вы относитесь туда страны, какие еще туда страны входят? Спасибо. Когда мы говорим о новых странах иммиграции, это те страны, которые раньше были транзитными странами, или страны, которые только лишь иммигрантов высылали, а теперь они уже меняют свое положение, они начинают принимать иммигрантов. Ну вот лучший пример, это, допустим, Испания, Португалия, потому что они стали принимать иммигрантов, потом, скажем, Болгария, некоторые страны Балкан тоже, они стали страны ЕС, и они потихонечку меняют свой профиль. Они уже раньше были чисто странами, которые только лишь высылали иммигрантов в другие страны, а теперь они принимают иммигрантов. Поэтому мы смотрели на статистику иммиграции и видели, что, скажем, уже идет, скажем, тренд, меняется тренд, то есть уже начинают страны принимать иммигрантов. И когда мы видим, что уже начинается снижение темпов иммиграции из этой страны, и больше и больше людей приезжают в страну, мы считаем, что меняется как бы ситуация. То есть, скажем, взять, допустим, Австралию или там США или Канаду, они раньше только лишь принимали, да? То есть у них тоже меняется несколько, ну, то есть это другой уже статус меняется у некоторых стран. Они начинают принимать иммигрантов. Это чисто статистический подход. Можно, и на ваш взгляд, если вы уже довольно давно работаете с этим индексом, возможно ли создание похожего индекса для стран, отправляющих иммигрантов? Потому что если мы оцениваем страны с точки зрения их обязательств или с точки зрения того, какие условия они создают для людей, которые к ним приезжают, не менее важной является другая сторона, ответственность стран, откуда мигранты уезжают, потому что и на исходе они тоже должны получать соответствующую поддержку. Есть ли у вас такие задумки, чтобы сделать индекс для стран, не принимающих мигрантов, а отправляющих? Вы говорите сейчас про эмиграцию, да? Но мы всегда смотрим все-таки на все именно точки зрения страны принимающей, то есть насколько ее политика такова, чтобы облегчить интеграцию, адаптацию, ну как бы вы ни назвали, для тех, кто туда прибывает. Мы не планируем оценивать страны, которые, ну страны эмиграции, которые, чтобы оценить их политику в отношении процессов эмиграции. Но что мы можем сделать в будущем, и мы об этом уже думаем и обсуждаем сейчас, может быть, сгруппировать страны по разным категориям. Скажем, страны, которые чистые эмиграционные и страны традиционной эмиграции. То есть, может быть, как-то поменять систему ранжирования и посмотреть, как, скажем, в этих странах разная ситуация. Но мы все-таки эмиграцией заниматься мы не будем, потому что у нас это не часть нашей политики, не входит в наш интерес. У меня есть несколько комментариев в отношении весов различных ответов в этом индексе. Когда я был в Бельгии, я работал с Влериком, и мы смотрели, когда мы оценивали индекс конкурентоспособности именно с точки зрения экономического форума. И поэтому у меня есть, может быть, несколько таких предположений, когда мы говорим, что у стран есть какие-то недоработки по поводу приема мигрантов. Но, может быть, и сам Майпекс можно было бы улучшить, потому что надо все-таки добавить какие-то весовые значения к некоторым ответам. Потому что, скажем, если говорить о языковых курсах для, допустим, категории по трудовой мобильности, это, конечно, бы очень сильно улучшило бы ситуацию, если бы язык был бы выше или ниже оценивался, допустим, по сравнению с квалификацией. Потому что квалификация мигрантов очень часто, она достигается уже в той стране, в которую они приехали, но там они ее получают. И, может быть, язык в этом смысле важнее, чем другое. Ну, это просто как пример. И, скажем, мне кажется, методика Майпекс очень сильно бы улучшилась, если бы использовали идею, скажем, вот оценить, есть ли некий разрыв между теорией и практикой. Скажем, иногда бывает так, в теории все равны, а на практике ничего подобного. Скажем, если мы возьмем Испанию, где по закону, там, где депортация иммигрантов не разрешена по закону, при этом, однако, она в отношении североафриканцев выполняется. Или, скажем, если взять закон Армении, где вроде бы можно, да, иммигрантам быть кандидатами на местных выборах в то же время, на самом деле этого не происходит. Скажем, с точки зрения, касается Мирового экономического форума, то мы посмотрели, мы стали раздавать такие специальные опросники бизнесменам с тем, чтобы, ну, урочнить наше понимание того, насколько хорошо развиты рынки индексы. Может быть, и здесь можно над этим подумать, может быть, посмотреть, выбрать какую-то выборку и давать, скажем, людям вот такие вопросы, и пусть они бы ответили, насколько они в курсе того, что существует или не существует такое-то и такое-то положение в законе. И тогда, может быть, мы бы не поменяли бы сам индекс, но мы бы получили бы гораздо более четкое представление о том, какой на самом деле существует коэффициент интеграции в стране и насколько он, и он будет, может быть, более полезен для оценки ситуации в стране. У нас осталось только пять минут. Да, я знаю, но спасибо. Ну, действительно, сейчас большая команда экспертов, которая, собственно, создала этот индекс мигрантов, и Майпекс, и они думали о разных вариантах, и думали вот о том, о чем вы говорите, но... И, конечно, Майпекс можно было бы улучшить, и должен быть улучшен, но я не думаю, что мы сможем включить сюда еще и индекс реальной реализации этих законов на практике, потому что некоторые показатели уже пытаются и так оценить практику в какой-то степени. Да, поэтому я, конечно, поделюсь вашими идеями с нашей командой экспертов, но боюсь, что мы уже об этом говорили несколько раз, и мы считаем, что все-таки наш инструмент прежде всего занимается оценкой законов и документов, которые существуют в стране. И мы, конечно, что касается разных весов в отношении разных, так сказать, вопросов, да, индикаторов, ну, конечно, когда вы будете оценивать уже с точки зрения реализации на практике того, что есть у вас в законах в той или иной стране, то можно там уже какие-то веса присваивать различным ответам. То есть там, конечно, есть очень много информации, и очень многое может использовано быть самыми разными участниками этого процесса. И мы понимаем, что... И мы даем всем возможность работать с этим, потому что мы исходные данные публикуем, и вы можете ими воспользоваться, собственно, на опросный лист, то вы видите, что там есть некоторые показатели, которые пытаются как-то оценить реализацию этих законов на практике. Но спасибо в любом случае за то, что вы сообщили, и мы, конечно, это обсудим, но эта методика, которую мы выбрали, она уже, собственно, показала себя очень успешной на сегодняшний день, поэтому мы не... И последний комментарий. Спасибо за очень быстро ответы. Я просто считаю, что... Просто вы тем... Вы вот понимаете... Получается, что вы всю сложность вот интерпретации вот этого разрыва между практикой и теорией вы даете все-таки какому-то аналитику, да, а мы считаем только те, кто понимаете, и получается, что только местные будут делать специалисты. Но мы считаем, что если бы был дополнительный вопрос, он бы, все-таки, имел бы дополнительную ценность, если бы это были международные независимые эксперты, которые бы оценивали этот вот разрыв между теорией и практикой. Спасибо. Но я думаю, что вот чего вы здесь не учитываете, это то, что это, в общем-то, уже сейчас сложно все эти данные соединить, и для того, чтобы оценить и политику, и право в той или иной стороне. А уж если еще говорить про реализацию, то, как эти законы работают на практике, то, я думаю, это будет еще сложнее. Эту информацию очень трудно найти, и там возникнут проблемы, и нам придется тогда уже полагаться на экспертов и мнения. Вот те сложности, с которыми мы сталкиваемся в нашей работе. Да, конечно, если говорить о сопоставимости, то тут есть немало сложностей, но с методологической точки зрения, если нет данных, на основании которых можно было бы оценивать применение тех или иных норм, то возникает логическая проблема. И нам приходится полагаться на экспертное мнение, особенно в странах, которые принадлежат к нашему региону. Там информации, в принципе, не так много. Но еще раз повторяю, это не оценка, потому что сложно выявить индикаторы, которые помогли бы решить эту задачу. Но осталось буквально минуты, чтобы Дмитрий мог сказать свои слова, комментарии. Я хочу спросить, а ведомственные какие-то акты учитываются при оценке? Не просто закона, потому что есть специальные поясняющие письма. Вот это входят ли какие-то коллегиальные решения? Входит ли это в оценку? Все, что включается в романтируемую правовую базу, все мы учитываем. Мы знаем, что есть не только законы, есть подзаконные акты, распоряжения, поручения. То есть все это, свод всех этих документов, формирует ту политику и ту стратегию, которую мы анализируем и принимаем в расчет. Коллеги, большое спасибо всем нашим... Я не успел. Всем вам спасибо.